Такая традиционная у нас история, что в конце февраля и начале марта мы снимаем обзоры на новинки будущего сезона. Авиатор глобально претерпел изменения и по форме, и по жесткости, и даже в плане начинки. Такие ключевые моменты этого сноуборда. Это жесткая доска, это доска для фрирайда. А в целом это кемберная доска с достаточно большим и высоким кембером. Контактные точки находятся практически на тейлах. Вот здесь идет мощный высокий кембер, реально практически в один сантиметр. То есть это действительно для Джонса такой достаточно большой кембер. И для модели, конечно же, авиатор. Обрубленные формы, блант, так называемый блант-нос технология. И, конечно же, форма ложки на тейлах. Добавляет определенной универсальности, но глобально это жесткая, мощная доска для рубилов в горах и, конечно, вне трассы. Джонс тоже идет по пути, конечно же, трендов общемировых, общеизвестных. И сделали твинтипы для паудера. Интересная история с этим твинтипом. То есть доска абсолютно симметричная. То есть у него одинаковая ширина носа, одинаковая ширина тейла. Здесь нету сетбэка, он здесь ноль. Единственное, что сам нос, он чуть длиннее. Но это интересная, опять же, хочется сказать, доска. Интересный тренд. Сейчас все практически бренды делают такие паудерные твинтипы. И вот Джонс, конечно, в формате своей серии, своей серф-серии, сделал тоже вот такую дощечку. Так, друзья, ну что, вот мы дошли до самой популярной доски, которую спрашивают каждый день на протяжении всего сезона. Доска Фронтьер, которая пришла на смену, собственно, легендарному Эксплореру. Самый, скажем такой, если так можно выражаться, бюджетный фрирайдный модели. Небольшой кембер. Небольшой, невысокий кембер. Достаточно большие рокеры, которые начинаются примерно где-то через 4 сантиметра от закладных. На Усе и на Тейле. Безумное количество ростовок в этой модели, поэтому мы сразу понимаем, что она охватывает очень большую аудиторию. И Джонс, конечно, на нее делает ставку, как такой массовый, начальный массовый сегмент фрирайда. Конечно, это, по большей части, это универсальная доска, как ее позиционирует сам Джонс. На ней можно комфортно кататься и в парке, и по трассам, но в силу своей специфики и специфики бренда, все-таки Джонс как бы в умах, в головах людей, он формируется как бренд для фрирайда, для внетрассы. Поэтому, конечно, Frontier стал таким неким эталоном, таким билетом, таким началом во фрирайд. Поэтому, конечно, и в силу своего ценника, одна из самых недорогих досок в линейке, и в силу своей конструкции, технологии, которые здесь есть, конечно, позволяет достаточно много сезонов использовать эту доску, прогрессировать во внетрассовом катании, совершенствоваться. Поэтому полюбилась доска много. Интересная доска от бренда Neidecker. У Neidecker, кстати, тоже в следующем сезоне будет куча новинок. Модель называется Instinct. Это недорогая тоже линейка. Доски недорогие для фрирайда, причем очень ярко выраженные. То есть, не просто, скажем так, возможность использовать эти доски вне трассы, а это прям все-таки атрибуты. Во-первых, это очень широкий нос, он имеет форму ложки, естественно. Он очень длинный, здесь достаточно большое смещение закладных, сетбэк. Здесь сам по себе длинный нос. А здесь такой полноценный ласточкин хвост, прям в таком прямом смысле. Доска достаточно широкая. У нее еще очень интересная конструкция. Она сделана не сэндвич, а кэп. Вообще сейчас в последнее время мы видим у многих компаний такие какие-то, скажем так, гибридные конструкции, гибридные крышки. Вот с кэп сэндвич, Neidecker не исключение. Друзья, вот такой, скажем так, обзорчик. Первый взгляд на доски. Приятно их потрогать, скажем так, попрожимать, подержать в руках будущие коллекции. Это всегда круто. Ну, а, конечно, сезон еще пока не заканчивается. Еще будет куча времени с учетом того, что выпало гигантское количество снега. Поэтому, я думаю, до мая все будут кататься. Ну, а уже вот мы, скажем так, чуть-чуть приблизились к следующему будущему сезону. Спасибо, что смотрите, друзья. Оставайтесь с нами, скажем так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Пока.